В Серове в 9 с половиной часов вечера, то есть на закате и на территории нового кладбища погиб 47-летний рулевой красный пятнашки, который с женой съездил на могилу почивших родственников, а на обратном пути сам отправился к ним на небо. И кроме него в его смерти невиновен никто. Теоретически автонеофит мог погибнуть в любой точке пространства, но согласитесь, перейти на новый уровень на лесной кладбищенской дороге, это даже как-то символично. Про погибшего пятнашечника известно, что стажу пилотирования в нем был всего один год. За это время он дважды попадался гаишникам на нарушениях ПДД. И в этот раз, возвращаясь с кладбища, он не обременился. И его бы гаишники снова оштрафовали бы, если бы пилот пятнашки не слетел с кладбищенской трассы в траву, с кувырком вокруг продольной оси, и не убился. 47-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, не справился с управлением, совершил съезд в проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, в результате чего скончался до проезда скорой помощи. Также установлено, что на переднем пассажирском сидении находилась 46-летняя пассажирка, которая была пристегнута ремьерной безопасности. В каком состоянии пятнашечник возвращался с кладбища, пока выясняется. У погибшего взяли кровь на анализ. До опубликования официальных итогов экспертизы что-либо предполагать дело неблагодарное. Но вообще, есть у нас на Руси древняя языческая традиция. На могилах предков не молиться за спасение их бессмертных душ, а накидываться алкоголем, как будто бы это им чем-то поможет. Неизвестно, выпивал ли на могилке пилот пятнашки. Его жена про этот аспект ничего гаишникам не сказала. Но она сообщила, что рулевой был не пристегнут. И если он получил права год назад, не мог же он успеть за это время забыть, что надо обременяться даже на пустой кладбищенской грунтовке. Госавтоинспекция города Сюрова обращается ко всем участникам дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и нарушать скоростной режим.